Так, ну что, поехали. Первый вопрос звучит так. Две команды, пять раундов и интрига до последнего задания. И это всем известная игра «Сток одному». В молодёжном центре «Квартал» комплексного молодёжного центра «Сфера» викторину по мотивам телешоу провели для ребят, работающих в проекте «Лето добрых дел». Команда «Прожектор» уверенно начала игру. Юноши успешно угадывали наиболее популярные ответы. Однако девочки из команды «Рэперы-52» не упускали случая воспользоваться ошибками конкурентов. Итог – победа рэперов в каждом раунде. Секрет – опытные участники и дружный коллектив. Команда уже месяц играет в таком составе, о чём рассказала Варвара Кочеткова. С девочками мы думаем одинаково фактически, потому что у нас один ответ на всех. Вот, мы всегда, у нас идеи одни, ответы одни. Мы вообще на самом деле большие молодцы, потому что мы всегда выигрываем. Это значит, что мы на самом деле очень умные. Спасибо Диме, потому что он проводит такие игры часто очень для нас. Вот, чтобы мы как бы поразвлекались, не только работали. Вот, ну, мне очень нравится на самом-то деле, потому что это как-то отвлекает. И очень, 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 в общем, классно всё. Ведущий игры, специалист по работе с молодёжью Дмитрий Милёшин, признался, он постоянно в творческом поиске. Именно благодаря этому атмосфера получается. Да вообще супер. Я работаю в молодёжной политике с 2016 года, и поэтому за это время уже удалось, конечно, набрать определённую базу классных игр. Я постоянно общаюсь с ребятами, постоянно советую с ними, что было бы интересно, какие моменты улучшить, чего добавить, что, наоборот, может быть, не нравится. Поэтому каждая наша игра по-особенному интересна, атмосферна. Поэтому ребята с удовольствием участвуют на протяжении всего года. Мы каждую неделю проводим подобные встречи. До конца летних каникул осталось не так много времени. Один из вариантов, где его провести – молодёжный центр «Квартал». Место, где можно посидеть со своей компанией и найти новых друзей. У нас практически каждый день проходят крутые активности подобного плана. То есть на этой неделе у нас ещё планируются атмосферные игры. Не игры мы проводим по основам одноимённого ютуб-шоу. То есть мы стараемся делать то, что сейчас в тренде, то, что ребята смотрят на телеэкранах, мы делаем, дорабатываем. И чем интересны наши игры, то, что в создании и реализации наших проектов участвуют сами школьники и студенты. Поэтому, когда это делают сверстники, конечно, это всегда очень круто. Школьники и студенты Дмитровского городского округа приходят и занимаются у нас абсолютно бесплатно. У нас также на нашей базе работает VR-клуб. У нас есть Sony PlayStation 5, есть VR-очки. Все ребята приходят абсолютно бесплатно, занимаются, играют, соревнуются между собой. Узнать о предстоящих мероприятиях в квартале и других филиалах комплексного молодёжного центра «Сфера» можно на официальном сайте и в социальных сетях учреждения. Три, два, один, квартал! Вперёд!